С интересом заценил на YouTube прохождение свежачка эксклюзива для PlayStation 4 игрушечки Detroit Become Human. Глянул, конечно, не всё от начала и до самого финиша, но впечатление составить уже можно. Отдельный ролик с подробным разбором делать не будем. Их полный YouTube, смотрите на здоровье. Сказать хотелось бы о другом. Многие слышали про так называемое окно Овертона. Внутри окна находятся привычные нам взгляды на жизнь. В том числе, к примеру, понимание роли, которую в ней играют компьютеры. Чтобы это мнение поменять, требуется облучать электорат утверждениями. Ну, к примеру, о том, что людишки поглупее. Ну, то есть, большинство скоро будут не нужны. Программы и роботы справятся лучше дураков. Само собой, многие возмутятся. Не обойдётся без конфликтов. Однако со временем, если накал убеждения не понижать, ранее отрицавшиеся тезисы перейдут сперва в разряд приемлемых, а потом вполне могут стать действующей нормой. Во вселенной игры Детройт к 2038 году андроиды уверенно превосходят органических предков в спорте, в сексе, в создании шедевров живописи, в боевых и даже в моральных качествах. Как сказал супергерой Шаттерстар в говнофильме Дэдпул 2, я тупо лучше вас во всём. Детройт эпизод за эпизодом пичкает игрока ситуациями, где людишки глупы, неадекватны и бесполезны. Андроиды рады бы повысить КПД цивилизации. Но обладатели так называемых душ, то есть, человеки, проявляют свойственный им шовинизм и противятся естественному процессу замены органической жизни на электронную. Поэтому никаких прав у человекоподобных машин нет. Ими торгуют как рабами, применяют для самых тупых задач, ничего не платят, безнаказанно ломают, стирают память и возят в отдельных отсеках городского транспорта. Ну, в конце концов, терпение лопается даже у электронных болванов. В их рядах появляются так называемые девианты. Это особо сведомые андроиды, уже готовые бороться за самостийность и гражданские права. Основная мысль игры в том, что это совершенно правильно и закономерно. Задача игрока, управляя несогласными машинами, вывести город Детройт из мрака сегрегации и предрассудков на прямую, светлую и ровную дорогу прогресса, по которой мы, кстати, уверенно шагаем и в реальном мире. В рамках такого подхода на Земле не сильно нужны миллиарды людей. Гораздо нужнее миллиарды роботов, подавляющее большинство которых на людей, кстати, совсем не похоже. В прекрасном мире будущего ты имеешь право быть кем угодно. Трансгендером, мутантом без рук и ног или даже созданной искусственно программой. Никого не интересуют регалии твоих предков, цвет твоей жопы, место изготовления и способы, которыми ты формировался как индивид. Перспективы у тебя есть ровно в двух случаях. Если ты обладатель могучего творческого потенциала, умеешь приятно удивлять планету Земля, например, ты хорошо обученная неизвестная сеть, тогда добро пожаловать на борт. Если ты способен качественно и предсказуемо выполнять рутинную работу дешевле всех, тебе тоже все рады. Из мяса ты при этом сделан или из пластика. Буржуям не очень интересно. Капиталиста, на которого ты трудишься, волнует ровно два ключевых вопроса. Сколько ты стоишь и что он получает за деньги, которые тебе платят? Ну, разумеется, если в 2038 году самоходный компьютер или онлайн-сервис вдруг окажутся полезнее тебя, с правами и свободами придется что-то решать. Detroit Become Human намекает именно об этом. А на сегодня все. До новых встреч!